Здравствуйте. У нас сегодня экспериментальный формат экспертно-аналитического клуба. Первый раз мы с экспертно-аналитическим клубом выходим на международную аудиторию. У нас сегодня есть перевод на английский язык. У нас сегодня довольно много международных гостей. Дорожку перевода вы можете выбрать, вот если вы сидите с компьютера на Zoom, то справа внизу вы можете переключать между русским и английским языком. А также если вы владеете двумя языками, то там вы можете выбрать опцию off и слышать, ну не слышать перевод. И то же самое с телефона, в общем, в том же месте это находится, если вы, как и я, с телефона в Zoom, тоже справа снизу, можно полистать меню, там есть. Да. Значит, наша тема сегодняшняя это новая Беларусь. Что дальше? Напоминаю, что... напоминаю про... напоминаю и для новых наших гостей рассказываю про правила Chatham House Rule. Это значит, что если вы хотите в дискуссии сказать что-либо, что вы не хотите, чтобы попало в запись, или чтобы вы не хотите, чтобы цитировалось с вашим именем, то, пожалуйста, перед тем, как вы что-либо такое скажете, сообщите нам. Запись мы остановим, а все остальные гости экспертно-аналитического клуба будут знать, что цитировать такую фразу с вашим именем не стоит. Да, кстати, мы записываем заседание экспертно-аналитического клуба и планируем его, скорее всего, сегодня вечером выложить в YouTube. Ну, у нас сегодня большой интерес, на самом деле, к дискуссии. Мы получили от 100 заявок на участие. Вот сейчас я вижу, что на связи 63 человека. Я еще раз всех приветствую, где бы вы ни были. Приветствую всех из Минска. Также просьба для всех, кто не является основными спикерами, на первом этапе выключить свои микрофоны, чтобы мы не слышали какой-то, возможно, фоновый шум у вас или что-то такое. Поэтому, пожалуйста, держите свои микрофоны выключенными. Расскажу про формат. Традиционно у нас все выглядит так. Есть заявленные вопросы, которые вы видели в объявлении к мероприятию. Спикеры по очереди отвечают на эти вопросы. После чего у нас обычно идет раунд дискуссии. Есть небольшое изменение в этот раунд дискуссии. Сегодня с учетом большого количества новых гостей и с учетом большого количества людей, которые участвуют вообще в принципе в сегодняшней дискуссии. Я прошу, чтобы вы писали в чат ваше имя, фамилию, кто вы и писали ваш вопрос в чат. Возможно, какие-то вопросы будут у людей повторяться. И, возможно, я тогда буду эти вопросы объединять и задавать сам. Возможно, я буду просить вас подключаться. Но еще раз, если вы хотите сегодня после раунда выступления спикеров взять слово, то прошу сначала писать об этом в чат. Значит, где находится чат? Если вы сидите за компьютером, то чат у вас находится внизу. Вот сейчас там должна стоять такая красненькая циферка 4 гореть. Там уже 4 сообщения. Пожалуйста, пишите ваше имя, фамилию, издание или организацию, которую вы представляете. И мы либо дадим вам слово, либо если вопросы будут повторяться, я задам их сам. Спасибо за понимание. Да, еще одну вещь скажу. Приоритет сегодня в связи с тем, что клуб рассчитан прежде всего на иностранную аудиторию, мы будем все же отдавать нашим непостоянным гостям, а также иностранным гостям, которые обычно в заседании экспертно-анцетического клуба не участвуют. Тоже основные гости, наши обычные гости клуба, обычные, извините, вы необычные, вы невероятные. Но наши постоянные гости клуба, пожалуйста, не обижайтесь на нас, если мы сегодня приоритет будем отдавать все же иностранцам. Еще раз, спасибо за понимание, вы невероятные. Дальше. Представляю наших сегодняшних гостей. Наши сегодняшние гости – это Александр Федута, политический консультант. Добрый день, Александр. Добрый день. Дмитрий Кухлей, политолог. Добрый день, Дмитрий. Дмитрий, вы нас слышите? Не вижу Дмитрия в списке подключенных к нам гостей, но надеемся, что Дмитрий подключится к нам скоро. Дальше. Андрей Казакевич, доктор политологии, директор института политическая сфера. Добрый день, Андрей. Добрый. Далее. Валерия Костюгова, редактор сайта «Экспертное сообщество наше мнение» и «Белорусского ежегодника», руководитель экспертной группы мониторинга «Беларусьин фокус». Добрый день, Валерия. Добрый день, Валерия. Ладно, мы видим, что вы… Здравствуйте. Добрый день. И Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Добрый день, Вадим. Добрый день еще раз всем. Так, с свободной частью мы, мне кажется, разобрались, здесь. Поэтому давайте приступим к дискуссии. У нас было заявлено три вопроса. Я попрошу уважаемых спикеров ответить на… в первом раунде дискуссии ответить на первые два. А именно, каковы главные достижения белорусского общества за последние месяцы? А также, какие варианты развития событий в Беларуси наиболее вероятны? Вот в первом раунде прошу ответить на эти два вопроса. Начинаем мы с Александра Федуты. Александр Федута, вам слово. Спасибо. Достижения белорусского общества за прошедшие две недели огромна. Во-первых, был перенесен опыт самоорганизации из, так сказать, мирного времени в военное время. Первые шаги этого в направлении самоорганизации мы видели уже в период начала и разгара пандемии. То, что затем во время избирательной кампании, то, что происходит сейчас, показывает, что на самом деле самоорганизация сверхвысока, поскольку она не является централизованной. Никто фактически не координирует деятельность той части нашего общества, которое не согласно с действующей властью и с пролонгацией полномочий Александра Лукашенко. И еще один момент достаточно существенный, это то, что вот эта координация, что бы ни говорила власть, происходит без участия внешних сил. До сих пор ни один серьезный внешнеполитический игрок не попытался вторгнуться на территорию внутреннего белорусского конфликта. Все наблюдают со стороны, все делают какие-то высказывания, каждый по-своему поддерживает, пытается поддерживать контакты с обеими сторонами, участвующими в конфликте. Что вообще, с моей точки зрения, не бывало, поскольку мы можем говорить впервые о проявленном интересе к белорусской оппозиции, тому, что можно назвать оппозицией сегодня, со стороны России, со стороны Кремля. И это тоже своеобразное достижение. Второй момент, который я бы отметил. Белорусское гражданское общество оказалось не готово к политическому противостоянию. Мы видим это на примере деятельности единого штаба, который так долго и так упорно отмежевывался от маркировки старой оппозиционностью, что в конце концов лишился любой возможности организованной политической деятельности. То, что мы видим, создание координационного совета из тысяч человек, создание президиума из пяти человек, которые непонятно каким образом будут управлять этой тысячей и аккумулировать ее мнение, это результат вот той внутренней установки на деполитизацию, на деидеологизацию, которую выбрал единый штаб во время собственной избирательной кампании. Сейчас мы это расхлебываем. И третий момент, который я бы отметил, это полное отсутствие, с моей точки зрения, координации действий с рабочими, с бастующими рабочими. То, что госпожа Колесникова либо кто-то другой из активистов предвыборного штаба приехал, выступил перед рабочими или на проходной и уехал, это не есть координация действий. Призывая к забастовке вместе с тем, те, кто стал новыми политическими лидерами, оказались не готовы предложить сколько-нибудь внятную программу действий бастующим коллективам, не претендуют на роль координатора их деятельности и, пожалуй, что гораздо хуже, не умеют и не знают, каким образом аккомпанировать этой кампании и кампании всеобщей забастовки. Вот как я бы описал сегодняшнюю ситуацию в стране. Спасибо большое, Александр. Такой, немножко более мрачный, более мрачное описание ситуации, нежели, например, вот на прошлом клубе, где все было довольно так солнечно. Ну, спасибо большое. Дальше у нас, я бы хотел передать слово Змитру Кухлею, но, по-моему, он сейчас не подключен к дискуссии, поэтому Андрей Казакевич, что вы можете сказать? Андрей, мы вас не слышим. Андрей, мы вас не слышим. Андрей, сейчас слышно? Да, сейчас мы вас слышим. Хорошо. Ну что, тогда, может, какого-то такого, ну, вряд ли позитива, но что-то такого постараюсь добавить. Я тогда не буду больше говорить, много времени уделять до анализа того, что было в Беларуси политического общения, потому что, ну, практически активизация, и потому что нет политического опыта, и вообще политического, ну, скажем так, ну, мышления, да, ну, мне так кажется, по крайней мере, да, со стороны. Опять же, это все достаточно было предсказуемо. Сейчас, может быть, по второй части вопроса по сценариям, которые могут быть, вот, если честно, то вот как-то по-звучит... Андрей, same channel as the interpreter. It's impossible to follow in English, because you're both on the same channel. Что? You are both speaking on the same channel. Please, переводчиком, вы на одном канале. Возможно, в настройках, когда выбираете добрый день, там можно выбрать оригинальный звук, английский или русский. Если выбрать только один, только английский или только русский, возможно, эта проблема исчезнет. То есть это мне надо что-то сделать, или... Нет, Андрей, вам ничего не надо сделать. It was good first speakers, the more people write that it's bad. Окей. Юра... Я в английском канале говорю, ко мне вопросов нет. Окей. Ну, наш переводчик говорит, что он говорит в английском канале. Ну, Андрей, может, ты включи у себя русский, там где перевод, чтобы так решиться? Нет, нет, я думаю, что Андрей не может ничего включить, поэтому... Я могу русский попробовать включить? Ну, попробуй. Давай попробуем. Хорошо. А сейчас у тебя, у меня стоит русский. Hello. User Cast Belarus. It's perfect now. Да? Нормально? Да. Хорошо. Окей. Давайте продолжим. Давайте продолжим тогда. Андрей? Хорошо. Ну, мне кажется, самые такие важные события произошли, в общем-то, и во власти. Многие из них имеют такой структурный, я бы сказал, характер, который непосредственно, конечно, будет влиять на то, как будут развиваться ситуации в ближайшее время. И ситуация, как бы, идет к тому, что, конечно, ну, вот, Лукашенко, получается, абсолютно нефункционален, да, вот, в новой политической ситуации, и, наверное, ну, надо как-то, вот, достаточно вероятными являются какие-то варианты транзита. Ну, два варианта транзита основной, то есть, первый – это такой номенклатурный, скажем так, второй – это все-таки с участием мнения протестного движения, возможно, в результате какого-то диалога внутреннего, да. Почему мне кажется, что, как бы, Лукашенко нефункционален? Ну, потому что, в общем-то, вот, последние две недели показало то, что, вот, его основные функции внутри системы, они, в общем-то, пропадают. Тут даже анализ не столько, скажем, вот, какой-то спекулятивный, сколько он институциональный, да, ну, скажем, вот, он был каким-то определенным гарантом стабильности, да, в том числе и стабильности бизнес-климата в Беларуси. И многие, в общем-то, даже если мы говорим про бизнес-круги, близкие к власти, именно в этом видели его какую-то ценность. Сейчас, в общем-то, это, ну, все просто разрушено, да, то есть, причем, по мнению многих, я думаю, тех, кто там, в общем-то, разрушено безосновательно. И это можно было все сделать немного по-другому. Он был, в общем-то, гарантом политической стабильности, политической стабильности, очевидно, уже при нем не будет. Если бы он смог, там, скажем, нормализировать ситуацию за два-три дня, там, вот, сразу после выборов, то да. Но сейчас идет к тому, что, в общем-то, наличие на поле политическом Лукашенко, это значит автоматически политическую нестабильность. Ну, понятно, что времени мало прошло, не все, как бы, это еще, как бы, осознали там до конца, но, мне кажется, чем больше будет времени проходить, тем больше будет понятно всем участникам процесса, что, в общем-то, Лукашенко, вот, его стабильность, да, уже переключается на нестабильность. Опять же, это значит, что он для системы становится все более и более дорогой. Если раньше, в общем-то, все зависели от Лукашенко, вот, до выборов, то сейчас, в связи с тем, что его позиции ослаблены, то есть внутри страны, и за пределами страны, и экономически, то он, скорее, все больше и больше зависит от своего окружения, которое и так достаточно небольшое. Ну, а значит, он требует каких-то вложений со стороны этих людей, и финансовых, и репутационных, и всяких других. Ну, опять же, в краткосрочной перспективе пока как все работает, но чем дальше будет результат и ситуация, тем, мне кажется, будет вот расти такое понимание, что, ну, а ради чего, да, и почему должны такие сдержки нести эти люди, которые, в общем-то, ну, до последнего времени вот управляли страной. Очень плохая экономическая ситуация, останавливаться не буду, да, но, в общем-то, опять же, от властей нет никакого дивизии того, что ситуация будет улучшена, каким образом она будет улучшена, как стабилизировать экономику, да, тут полный, в общем-то, тупик, ну, и более того, многие действия, они, очевидно, только ухудшают эту ситуацию. И, кроме того, население, это, опять же, очень сильно ударяет и по бизнес-интересам многих людей, даже тех, которые близки к власти. Очень сложная внешнеполитическая ситуация сейчас вокруг Лукашенко сложилась до выборов, ну, по большому счету, и Европа, и США бы закрыли, наверное, глаза на политзаключенных и на все, что там творилось. То есть, если бы, как многие говорили, да, не случится что-то чрезвычайное, ну, то есть имелось в виду, конечно, там, массовые репрессии и всякое такое, что, в общем-то, мы уже увидели, да, сразу же после выборов. Вот, реакция Европейского Союза уже достаточно жесткая, гораздо жестче, чем была, да, выборы, то есть президент, ну, как бы, президенты выборов не признаны, если там будет время, еще про это поговорим, да. Все это потому, что Соединенные Штаты присоединятся к этому, потому что уже были такие заявления по данному поводу, ну, и случилось так, что Россия в данном конфликте не будет однозначно политически и экономически поддерживать Лукашенко. То есть это уже очевидно, то есть игра будет какая-то более сложная. Будет ли это конструктивная игра или неконструктивная, вопрос открытый, идут консультации между Европейским Союзом, Москвой и Вашингтоном по белорусскому вопросу. Там пока не все ясно, понятно, что тут может пойти по разным причинам, но в любом случае вот эта схема Лукашенко-балансирования, то есть вот там Запад пугать Россией, а Россию пугать Западом, она уже не будет работать в данном случае. Что еще очень сильно вот ослабляет позиции Александра Лукашенко. Вот. Ну, да, и плюс мы добавляем такое очень сложное психоэмоциональное состояние самого президента, которое он проявляет во времена каких-то кризисных ситуаций. Опять же, это становится публичным, все это видят, это и сигнал и элите, и, в общем-то, всем внешним игрокам, что, ну, наверное, вот с кризисом, с кризисной ситуацией Александр Лукашенко все-таки справится вряд ли. Ну, и вот приходит такое, мне кажется, понимание, что, ну, вот, скорее надо думать про транзит и про формат транзитов, про то, каким образом это будет происходить. Хотя, ну, понятно, что это может затянуться там на месяцы, вот, и так далее. Ну, вот, какая-то у меня такая визия вот по состоянию на сегодня, да, и, конечно, еще можно было привести некоторые аргументы в пользу своего сценария. Хотя, ну, понятно, да, в общем-то, в этом году все предсказывается очень сложно, все прогнозы, как бы, вот, много раз уже разрушены, поэтому, конечно, к любым таким оценкам надо относиться осторожно. Спасибо. Да, спасибо большое, Андрей. Александр, так вот вы пишете в чат, что вы не сказали по сценариям. Вы, наверное, можете сейчас дополнить, прежде чем... Да, у меня буквально две реплики. С моей точки зрения Александр Лукашенко, который до сих пор навязывал всем собственным сценарий, пытается, опять-таки, его навязать. Насколько он будет успешен, это другой вопрос. Значит, в чем выражается его навязывание сценария? Он затягивает время. Он очень серьезно затягивает время для того, чтобы успеть провести инаугурацию. После того, как он ее формально проведет, а госпожа Ермошина уже объявила, что инаугурация будет осенью, Лукашенко будет разговаривать со всеми с позицией не хромой утки, а законного президента страны. И объяснить кому-либо, что это не так, будет уже трудно. Я думаю, что именно поэтому сейчас и идут максимально активные консультации между Западом и Россией, для того, чтобы понять, как выходить из этой ситуации. Потому что после инаугурации обещанный Лукашенко транзит может затянуться как минимум на четыре года. Хотя все хотели бы, чтобы он уложился максимум в полгода. Все, спасибо. Могу я сразу среагировать, может быть? Да, пожалуйста, только быстро. Да, ну, у меня как бы другое ощущение какое-то, да, что если бы затягивали, то сейчас бы начали что-то про диалог серьезно говорить, там, собрали какие-нибудь там круглые столы там и так далее. Вот очень мало мы видим как бы затягивания, а репрессивных действий достаточно много, это опять убыстряет все время. Вот это первый момент. А второй момент это все-таки насчет инаугурации. На самом-то деле после инаугурации он перестанет быть президентом, переизбранным президентом, да, для Соединенных, ну, для Европы прежде всего, конечно, но и скорее всего для Соединенных Штатов. Вот. И здесь как бы позиция как раз-таки может не усилиться, а значительно ослабнуть. Хотя, ну, понятно, вопрос в дополнительной дискуссии. Но именно поэтому он и заявляет, что будет общаться только с Путиным. Потому что Путин не сможет сказать нет. Да, этим еще больше ослабляет свою позицию, что он вообще как бы привязывается только к одному каналу вместо того, чтобы играть, скажем, более сложную политическую. То есть это загоняет тебя еще в более узкий коридор, мне кажется, только ослабление позиции идет, никак не усиление после инаугурации. Да, спасибо, спасибо, Андрей, спасибо, Александр. К нам присоединился Змитер Кухлей. Змитер, вы нас слышите? Готовы ли вы сказать свою вступительную реплику на... Два наших первых вопроса. Так, ладно, пока что не вижу никакой реакции от Змитра. Давайте тогда пойдем дальше. Валерия Костюгова. Каковы главные достижения белорусского общества за последние месяцы? И какие варианты развития событий в Беларуси наиболее вероятны? Вам слово. Здравствуйте. Я бы хотела все-таки чуть назад вернуться к вопросу о достижениях. Не последних двух недель. Все-таки белорусы провели такую избирательную кампанию, в ходе которой совершенно очевидно, что Лукашенко не получил большинства. И вопрос о том, кто победил, остается нерешенным на сегодня, 27 августа. Они сумели создать такое массовое движение против Лукашенко, которое до сих пор, до 27 августа, не позволяет говорить с определенностью, когда можно проводить инаугурацию. Потому что в таком Минске, каким Минск выглядит, сейчас инаугурацию проводить просто негде. Невозможно. Это к достижениям. Про самоорганизацию я бы хотела просто добавить, да, что мы продемонстрировали развитие самоорганизации, вплоть до того, что фактически в данный момент создаются, можно сказать, профессиональные союзы, настоящие, которые вот в ходе борьбы как бы аккумулируются. И небольшая реплика по поводу Координационного совета вместе со всеми его недостатками, о которых сказал Александр Федутый, с которыми, да, трудно не согласиться. Я думаю, что сама вот эта роль Координационного совета, тем не менее, будет радикализироваться так же, как мы видели, как радикализировались или уточнялись, будет, наверное, более корректным это слово, по политические позиции всех кандидатов, которые вообще участвовали в этой гонке, начиная с Тихановского и Бабарико, которые были как бы вне политики, так и говорили с самого начала, и не имели четкой политической позиции фактически. Не по одному из вопросов, кроме, ну, большей гуманности нашей системы. Это, да, объединяло всех. И под воздействием избирателей и действия властей, с другой стороны, каждый из них был вынужден уточнять свои политические позиции. То же самое мы наблюдаем сейчас и на примере Координационного совета, который хотел бы быть, по сути дела, площадкой для переговоров между обществом и властью, но действия власти, преследование членов Координационного совета и его президиума, с одной стороны, а с другой стороны, настойчивость протестующих, как или иначе, толкают Координационный совет к прояснению его политических позиций и большей вовлеченности и ответственности, собственно, в протест. У меня маленькое замечание для всех. Мне пишет Дима Кухлей по другому мессенджеру, что он просто не может подключиться. Он подключается и вот тут же выбрасывает. Не знаю, чем тут можно помочь. Я, к сожалению, тоже не знаю, чем тут можно помочь. Возможно, проблемы со связью. У нас сейчас довольно большое количество людей подключено одновременно. Ладно, я... Антон, у нас слоты на количество людей еще остались? Да, нет, в этом плане проблем нет. Меньше, чем лимит. Я вижу, что Змитер постоянно присоединяется, отсоединяется, присоединяется, отсоединяется. Ну, может быть, нам повезет, как помнишь, с Милинкевичем. Как-то было. В итоге, в конце концов, он все-таки сумел произнести свою речь. Да, действительно, надеюсь, что нам повезет. Вадим Можайко. Подожди, я не закончила. А, Валерия, вы не закончили? Да, давайте тогда. Сделала паузу. Пожалуйста. Я хотела бы сказать, во-первых, по власти, что мы наблюдаем с другой стороны. Мы наблюдаем, что фактически на сегодня у властей не хватает дефицит. Это денег, кредитов, которые она пытается где-то раздобыть, и никак у нее пока не получается. И расценки по кредитам для нашей страны в силу этих обстоятельств выросли очень существенно и, по всей видимости, будут продолжать расти. А у нее не хватает силовиков. Она просит у России дополнительных силовиков, потому что явно недостаточно. У нее не хватает работников, которые либо бастуют, либо она сама грозится их уволить, либо как-то, собственно, с этим и пытается, и тоже грозит их завозить из других стран. При этом рынки труда на самом деле дефицитные у всех наших соседей, включая Россию тоже. То есть нет лишних работников и некого привозить в Беларусь. И студентов тоже, по всей видимости, будет не хватать с нового учебного года, поскольку тоже там вопрос, так сказать, идеологии поднимается властью. Надо сказать, что власть вынуждает и собственных чиновников, определяясь по вопросу сострадания и гуманизма, то есть фактически требуя от них поддержать пытки гласно, открыто, тоже ставит их в сложное положение. Они пока ее поддерживают в основном, но, знаете, это очень сложный моральный выбор, и не знаю, зачем Александр Лукашенко требует этого от своих чиновников. Все эти дефициты на сегодня ситуация сложилась таким образом, что режим Лукашенко и сам Лукашенко может восполнить только в России, больше просто нет ни одного источника. Россия, в свою очередь, не торопится ему помочь. Она говорит о том, что да, мы обязательно-обязательно поможем, как только увидим что-то, что требует помощи. Но пока они как бы не видят этих резонов и фактически это просто угрозой, что ли, нависает, если говорить о помощи силовиков над нашим обществом. Что касается кредитов, казалось бы, могли бы уже и как-то рассмотреть эти вопросы, но тоже с этим все затягивается. Поэтому вот вопрос России, я думаю, сейчас наиболее такой тонкий и требующий внимания. Но для того, чтобы понимать лучше, чего можно ждать от России, нужно понимать, что 18 сентября в России собственный электоральный день. И все те дефициты, которые использует, испытывает Александр Лукашенко, характерны и для России. Но 18 сентября все это ей понадобится, ну и в преддверии 18 сентября, особенно на фоне уже начавшихся и вообще-то очень давно длящихся беспорядков Хабаровских, которые, возможно, и вполне, ну просто на самом деле, ну знаете, не надо быть прорицателем, чтобы понимать, что день 18 сентября подтолкнет к протестам и в самой России. Так что ситуация такая неопределенная, власть не дает возможности обществу сдаться, что ли. То есть она как бы его к этому подталкивает, обезглавливая постоянно протест и повышая его целом бесконечно, с одной стороны. Но с другой стороны, постоянно производя новые раздражители для людей, испытывая их, ну я не знаю, и чувство сострадания, и справедливости, и даже просто родственные чувства. И как бы здесь не получается ожидать, что протест удастся полностью задушить там к какому-то дню инаугурации, когда она там может состояться, и как ее проводить. С другой стороны, Россия занимает как бы союзническую позицию, ну или союзническую, но не решается серьезно связаться в белорусские дела, ограничившись просто взводом каких-то пропагандистов, которые непонятно работают ли на Лукашенко или на Россию. И, ну что ж, не могу ничего сказать более определенного, даже про ближайшее будущее. Спасибо. Вадим, Можайка, хочешь что-нибудь добавить? Да, спасибо, Антон. Действительно, многое уже прозвучало, и, наверное, я бы хотел отметить буквально три момента, которые, как мне кажется, важно добавить. Ну, во-первых, это такая вещь, которую можно назвать, не знаю, общим местом, то, о чем, наверное, все, в общем, все мы понимаем, просто все еще сегодня не прозвучало вслух, поскольку у нас в том числе много международной публики. Я всегда хотел бы отметить, что сейчас протесты в Белоруссии, они, как никогда, массовые и долгие в истории новейшей Белоруссии. Можно вспомнить, бывали все эти акции, которые были там, вроде бы, в 90-е, с сравнимого размера или больше, но если говорить именно о протяженности нескольких недель, это, пожалуй, действительно беспрецедентный феномен, который является, в общем, отражением столь же беспрецедентной политизации белорусского общества. Второе, я вот сейчас думал, фактически белорусская власть и белорусская оппозиция, они немножко поменялись ролями. И поменялись не только в таком сугубо политическом смысле, ну, потому что можно сейчас, наверное, протестующих не совсем корректно называть оппозицией, в том смысле, что их, судя по всему, их скорее большинство поддерживает в белорусском обществе. Но поменялись власти и оппозиция местами и в смысле таком внутриполитическом. То, что всегда было характерно старой оппозиции, это было характерно вот такое выталкивание от себя людей, которые недостаточно лояльны. Те, кто недостаточно широко разделяют полностью все идеи и взгляды, те, у кого там по какому-то из вопросов есть не совсем правильная позиция, те как бы отторгались. Что, в общем, мы видим, к чему вторая оппозиция приводила, к такой некоторой изоляции, закрытости в своем таком максимально, может быть, элитном, уютном гетто. И сейчас, парадоксальным образом, именно этим занимается белорусская власть. Она вот то, о чем сейчас прекрасно говорила Валерия, когда действительно и чиновников испытывают вот на эту лояльность, заставляя проявлять максимальную лояльность, реализироваться со всеми худшими проникновениями насилия. Фактически всех тех, кого система до сих пор, в общем, более-менее терпела, которые, ну да, показывали там, в общем, вряд ли для белорусской власти новость, что артисты, в частности, Куаусского театра, театра оперы и балета, что эти артисты не столь политически лояльны, как работники администрации президента. Это, в общем, вряд ли для кого-то во власти особенная новость. Но именно сейчас выяснилось, что их позиция совсем не вписывается, вплоть до вот такого разрыва отношений. И это то, что, я думаю, мы будем эту тенденцию наблюдать и дальше, когда власть будет от себя отторгать всех тех, кто не идеально вписывается в образец поддержки Александра Лукашенко и его нынешнего курса. Что, опять же, мы знаем, каким негативным последствиям приводит к такой маргинализации, только вот, может быть, не в гетто, а в таком закрытом бункере, когда контролируемость процесса власти будет постепенно сужаться, возможно, до забора дворца независимости. Это же такой максимально радикальный прогноз, но, тем не менее. И, соответственно, у протеста мы видим совершенно обратную тенденцию. Протестующие, наоборот, максимально широко в себя выбирают всех, кто недоволен действующей властью. Протестующие не занимаются разделением по тем или иным вопросам. То есть, понятно, что среди сотен тысяч людей, которые идут по улице и протестуют, понятно, что у них есть большое количество вещей и взглядов, которые их разделяют. Но у всех остается понимание, что сейчас-то вторично на повестке все-таки есть более важные вопросы, как отстранение от власти Александра Лукашенко, а все остальное можно решить на каких-нибудь следующих свободных выборах. Ну, по крайней мере, так это, мне кажется, представляется, многим, может быть, достаточно диалистически это видящим людям. И, соответственно, максимально в себя широко всех выбирают, всех тех, кто, в общем, просто... То есть, все те, кто просто против полицейского насилия, все те, кто против пыток. Это, в общем, достаточно, чтобы выступать против белорусской власти и быть частью протеста. И это, конечно, то, что обеспечивает протесту максимальную широту. И вот, в общем, таким образом они поменялись местами. Ну и последнее, наверное, максимально коротко просто обозначу. Это, конечно, вклад в протестное движение в вопросы национального строительства. И если говорить о символическом уровне и о уровне коммуникационном, то есть на уровне коммуникации выстраивается действительно сильное общество с сильными горизонтальными связями, которое способно решать многие вопросы, как Александр вначале совершенно правильно говорил, там, начиная еще от эпидемии, коронавируса, а теперь к вопросам политики, люди все больше видят, что люди способны решить вопросы сами, не обращаясь за помощью к государству, в общем, к старшему дяде, а уже сами достаточно выросли, чтобы вопросы решать. Ну и, конечно, на уровне символическом, то есть там сначала много лет там все вели дискуссию о том, там раскалывает бело-красно-белый флаг, общество не раскалывает. Тут выяснилось, что люди прекрасно протестуют, и все прекрасно знают, под каким флагом протестовать. И если там, условно, там, не знаю, 5% людей, которые хотят приходить с красно-зелеными флагами на протесты, они прекрасно приходят с красно-зелеными, это никого не вызывает конфликта. Ни они не конфликтуют с другими, ни с ними никто не конфликтует по этому вопросу. Это все, конечно, очень важные вещи для национального строительства, которые будут определять многие процессы на следующие годы, в общем-то, независимо от того, как именно и как скоро разрешится основная вопрос протестов и транзита. Вот, наверное, такие основные у меня есть три тезиса. Спасибо, Вадим. У Змитра Кухлея проблемы с связью, поэтому я предлагаю переходить к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос, который у нас был заявлен, это «Что может сделать международное сообщество для укрепления независимости Беларуси и поддержки белорусского общества?» И я предлагаю начать в том же порядке с Александра Федуфи. Александр, вас не слышно? Ну, я включился, да. У меня достаточно скептическое отношение к тому, что можно назвать, как бы, в данном случае, просить у наших европейских друзей, потому что, слава Богу, это первая кампания, которая шла без раскола по геополитическому признаку. То есть геополитические вопросы не стояли, стояли вопросы только внутренней политики, только внутренней демократии. И это не минус, это плюс, потому что таким образом площадка на самом деле для полемики сузилась до трех пунктов, которые четче всего сформулировала Светлана Тихановская, и которые, как выяснилось, ни у кого не вызывают вопросов. Единственное, что свидетельствует об этом, если говорить о реакции власти, это попытка сейчас размыть эту повестку из трех пунктов. Тихановский упорно добавляет туда вопрос российской ориентации, вопрос русского языка, вопрос борьбы с польскими сепаратистами в Гробинской области и угрозы Польши и так далее. Все это навязывается, слава богу, но это пока никто не клюет. Что уже блестяще сделали наши зарубежные партнеры, спасибо им за это, это все-таки непризнание выборов. Я впервые столкнулся с такой формулировкой, когда речь шла именно о непризнании выборов, а не о непризнании их демократическими и прозрачными. Хотя, может быть, я что-то путаю, но вот память мне это подсказывает. И второй момент, это, конечно, проявление солидарности по отношению к репрессированным. Спасибо. То, что говорится сейчас, и каждый день появляются заявления каких-либо университетов, в первую очередь из Польши, из балтийских государств, которые говорят о том, что они готовы принимать группы белорусских студентов, если они будут отчислены по политическим соображениям. Создается климат для принятия белорусских фирм. Я не знаю, как это хорошо или плохо, что уезжают айтишники из страны, но я думаю, что в случае реальной смены ситуации как раз эти, которые до сих пор не уезжали, имеют шанс и вернуться при стабилизации ситуации. Поэтому, что еще просить? Я думаю, все-таки продолжение диалога с Кремлем. Я не воспринимаю диалог Запада с Кремлем по белорусскому вопросу, как некоторые мои коллеги уже готовы назвать, пактом Молотова-Риббентропа. Единственное сейчас средство воздействия на Александра Лукашенко – это Кремль. Значит, нужно воздействовать на Кремль. Насколько успешно будет, не знаю, но я думаю, что Владимир Путин с радостью будет реагировать на многие открывающиеся перед ним возможности для того, чтобы доказать свою способность участвовать в демократизации Беларуси. И второй момент, который висит в воздухе – это Китай. К сожалению, на Китай воздействовать трудно. Но если говорить о деньгах, откуда их может получить Лукашенко, реально, он может получить их из Китая. До сих пор штаб госпожи Тихановской и сама госпожа Тихановская делали самые различные реверансы в сторону России, в сторону Запада. Китай, как один из крупнейших инвесторов в беларушскую стабильность, до сих пор не услышал ни одного персонального обращения. Это очень плохо. Это говорит об уровне внешнеполитических консультантов госпожи Тихановской. Я думаю, что сделать такое заявление надо бы. Вот. И если есть возможность каким-то образом по дипломатическим каналам обсуждать сложившуюся в Беларуси ситуацию, в том числе с Пекином, в первую очередь у Европейского Союза и Соединенных Штатов, это надо делать. Это надо делать, потому что, насколько я понимаю, сейчас очень эффективно работают белорусские дипломаты в китайском направлении. Китай обеспокоен судьбой своих инвестиций в Беларусь и готов инвестировать дальше в Лукашенко, потому что наше руководство убеждает, что, к сожалению, при всех других раскладах, при всех других вариантах не будет возможности уберечь эти инвестиции. Вот у меня все. Спасибо, Александр. Андрей Казакевич, что вы можете сказать? Да. Ну, во-первых, я поддержу мысль о том, что, конечно же, если мы говорим про международное сообщество или, скажем, внешнее какое-то влияние, оно должно быть в формате США, Россия, ЕС. И Россию тут нельзя исключать, именно потому что влияние, естественно, очень большое. И если, ну, в общем, этого не обеспечить, то, может быть, могут быть плачевные последствия, да, на самом деле. Поэтому тут надо понимать просто это рационально. Что касается Китая, ну, это реально, конечно, черная лошадка, вот как бы вот совсем непонятно, что там происходит. Хотя всплывал, всплывал Китай, по крайней мере, это, ну, в моем общении с, да, с дипломатами, фингтенками, если брать там, скажем, международное, что вот как фактор какой-то, да. И действительно, может Китай там как-то дать деньги и, наверное, спасти, ну, дать, скажем так, поддержать Лукашенко. Тут, конечно, только вопрос денег, да, то есть, что может быть реально. Факторы, которые играют против того, что Китай это сделает. Первое, это, конечно, вопрос того, что насколько Лукашенко вообще, ну, может существовать как длительный политический проект. Сейчас это есть больший вопрос. Против, как является также то, что вот с большой вероятностью ЕС США не будет его считать легитимным президентом. Это накладывается на ограничение, скажем так, юридического характера, да, на все соглашения, на все деятельности с Лукашенко. Опять же, это ограничение, это не значит, конечно, автоматическое признание всего недействительным, что там будет подписано президентом. Ну, и последнее, это самые важные, я считаю, факторы, да, что, конечно, включать сюда Китай, это абсолютно вот не в интересах Соединенных Штатов и России. Чтобы здесь Китай политически присутствовал, то есть, он спасал какой-то режим, как-то, значит, увеличил свое влияние в этом регионе Восточной Европе. То есть, для США это полностью неприемлемо, это полностью неприемлемо, для России, как я это понимаю, да, потому что, в общем-то, конкуренция Китая и России на постсоветском пространстве, она уже идет, особенно в Средней Азии, вот, и это такая, ну, в общем, целая проблема, да, то есть, для российской внешней политики, хотя про это сейчас мало говорят. Но если еще Китай будет и в Восточной Европе, ну, это тоже, как бы, наверное, не совсем будет в тему. Хотя, опять же, говорю, что это только один из, то есть, это те факторы, которые уменьшают возможность вмешательства Китая, хотя само оно остается, и, да, похоже, что белорусы в этом отношении достаточно так, ну, белорусское правительство или, как это сказать, власть, да, активно в этом отношении не работают. Так, вопрос о том, что может сделать международное сообщество, ну, мне так кажется, что основная функция сейчас была бы, да, это оказывать давление на белорусские власти, чтобы они все-таки начали какой-то диалог. И, опять же, я говорю, международное сообщество, включая только Россию, давайте уже так будем говорить, да, вот, потому что сейчас закрываются, они выступают против любого дела, и международное сообщество должно как-то к этому стимулировать белорусские власти или еще есть кто-то экономический везде на представители белорусской элиты там, и так далее. То есть, это как бы есть комплекс механизмов, которым можно давить, да, и этот механизм должны использоваться. Следующая функция возможно посредническая в связи с тем, что уровень доверия между властью и каким-то другим альтернативным силам в принципе небольшой, плюс политического опыта самостоятельного политических переговоров и регулирования нет ни в первой, ни в второй стороны, то, конечно, роль вот посредников в данном случае, опять же, я говорю про три субъекта, это Соединенные Штаты, Россия и ЕС, была бы очень полезна. Мне кажется, даже избежать этого не удастся. Уже какая будет роль, это другой вопрос, но она, скорее всего, будет неизбежна, вот учитывая все то, как у нас сейчас складывается внутри политическая ситуация. Хотя при этом, конечно, было бы хорошо, чтобы сами международные актеры поставили для себя какие-то границы этого вмешательства. Это не переросло в то, что будет просто навязываться какие-то схемы, какая-то воля для Беларуси извне. Ну и третья функция, если все-таки будет транзит, если все-таки все пойдет по такому сценарию, конечно, важно, чтобы международное сообщество поддержало какой-то план реструктуризации и поддержки реформ и стабилизации новой ситуации в Беларусь. То есть какой-то такой план маршалов для Беларуси с определенным финансовым обеспечением, чтобы этот транзит прошел максимально безболезненно для беларусского общества. В принципе, все, наверное. Спасибо, Андрей. Валерия, что-то хотите вы добавить возможно? Ну, хочу добавить, сказать, что, да, я согласна со всеми пунктами с помощью поддерживаю, которые назвали и Александр Федуда, и Андрей Казакевич. Хотела бы только, быть может, сделать акцент на каких-то вещах. То есть были названы непризнания, солидарность к пострадавшим, продолжение диалога, включая Кремль. Вопрос Китая, да, тоже какой-то требующий, скажем, внимания и стабилизации принуждения или давления к диалогу и посредничества в том случае, если этот диалог станет возможным. Здесь бы я добавила только такие вот моменты, что Александр готов к диалогу. То есть ни к какому транзиту и диалогу он не готов, он не чувствует и не понимает и не хочет понимать. зачем вообще это ему может понадобиться. И мне кажется, что в этом случае вот диалог и разговоры должны вестись более интенсивно с людьми или быть рисованными скорее к людям, которые его окружают, поскольку их это касается совершенно напрямую и они хорошо бы, чтобы видели перспективы вообще затратности то, о чем говорил Андрей Казакевич продолжение проекта Александра Лукашенко. То есть просто, чтобы они видели, к чему это вообще ведет и страну и каждого из них. и что-то я еще хотела добавить, не пометила и забыла. Ну и ладно. Вот самое главное я сказала, что пока все надежды правящего класса и окружения Лукашенко связываются с тем, что никакого диалога не будет. Может быть там какие-то трудовые коллективы, но это совершенно советская старая как раз система против, которой и выступает сегодня белорусское общество. Так что конституционная реформа, вот еще вопрос, который я хотела отдельно отметить, конституционная реформа это обещание Лукашенко в каждый экономический кризис вот уже 10 лет. Каждый раз, как только ему удается именовать политический кризис, он начинает тут же вести речь, а то нам надо еще вот один экзамен выдержать, ну то есть очередные выборы и тогда уж после них это обратилось вот в этот раз, несмотря на то, что общество так активно этому противится, потому что Александр Лукашенко не хочет и не готов принимать общество как вообще какой бы то ни было политический субъект. Спасибо, Валерия. Вадим Можайко. Да, спасибо, спасибо, Антон. Действительно, я бы, наверное, отметил поддерживать солидарность с коллегами, особенно в том, что касается России и Китая, я бы, наверное, также добавил три пункта, скажем так, три действия, которые, на мой взгляд, сейчас Запад и Европа в частности могли бы сделать, которые однозначно были бы полезны для хорошего развития событий в Беларуси. И эти три меры, они, так сказать, начиная с более реалистичных, заканчивая более сложными для реализации. Во-первых, первое, что касается, необходимо укрепление европейской софт-пауэр в Беларуси. Мы видим, как укрепляется софт-пауэр российская. Мы видим флаги нодовцев национально-освободительного движения российского на провластных митингах. Мы видим инициативу Олега Гедюкевича по созданию народно-патриотического движения, похожий на политическую субъектности. Мы видим российских пропагандистов, которые, как верно заметили, неясно работают на сколько на Лукашенко, а сколько на Путина. Мы видим вполне конкретные действия России, и поэтому важно укреплять и поддерживать мягкую силу европейскую. Это и поддержка не государственных медиа, и поддержка четко про европейских, прозападных, продемократических общественных организаций. И также то, что, наверное, наиболее легкое, это непосредственная поддержка репрессированных, но не только финансовая, а поддержка манально-медицинская. Потому что есть большое количество людей, которые получили травмы в разной степени тяжести, начиная у кого-то это просто то, что синяки пройдут, а у кого-то это достаточно серьезные медицинские проблемы, которые необходимы лечить, и возможность лечения таких людей в европейских медицинских центрах, это была бы очень символически важная помощь. Она, безусловно, важна практическом уровне для этих людей, и в то же время о медицинской поддержке пострадавших людей, очевидно, гуманитарная деятельность. Второй момент, который чуть сложнее, это то, о чем уже упоминал позитивно Александр, о поддержке академической, учебного года, и очевидно, что это в том числе станет началом протестной активности в университетах, потому что сейчас такой активности нет, просто потому, что до начала учебного года университетов не существует как организованных субъектов все на каникулах. Как только это начнется, мы увидим в университетах то же, что и сейчас видели, например, в театрах, это протесты студентов, преподавателей, давление на этих студентов, на этих преподавателей, на любой академический персонал. И мне кажется, сейчас были бы очень важны, особенно до начала учебного года, максимально ясные и четкие заявления о том, что отчисленные студенты и уволенные преподаватели однозначно получат поддержку от европейских университетов. И на мой взгляд, почему это так важно именно сейчас, потому что безусловно, такие репрессии все равно будут и все равно поддержка понадобится, но если сделать заявление такое предварительно, есть некоторая вероятность, что репрессии не приобретут, приобретут чуть меньше размах и понадобится чуть меньше потом оказывать реальной помощи. То есть если всем будет понимать, что это совершенно бессмысленные и неэффективные меры, то возможно этот накал удастся снизить. Я не строю иллюзий, что его удастся остановить, и протесты, репрессии все равно будут, но чем раньше будет объявлено о поддержке, тем меньше понадобится в итоге ресурсов на эту поддержку тратить. И, наконец, третья часть, которая, соответственно, наверное, сложнее всего реализуема, поскольку до сих пор из-за коронавируса остается закрытой западной границей, и она уже приоткрывается, как мы видим, в каких-то экстренных случаях, либо, например, в случае Литвы, насколько я понимаю, по специальному решению МИДа могут въехать политики или журналисты на некоторое время, и, безусловно, когда все еще принимаются и Европа, и Украина, и принимаются те, кто будет просить политическое убежище, asylum seeker, но это все достаточно такие либо узкоспециализированные, либо достаточно радикальные решения прямо убежища. На мой взгляд, пока граница остается широко закрытой, это остается фактором повышения рисков для находящихся в Беларуси, и также фактором внутреннего давления власти на людей, которым, в общем, даже им некуда уехать, если они не нацелены на эмиграцию, а просто, скорее, выражаясь военной травмонологией, которым необходимо токсическое отступление, перегруппировка, какой-то короткий отдых, возможность переключиться, чтобы с новыми силами вернуться в Беларусь, и было бы очень полезно решение о возможности все-таки для беларусов въезжать в Польшу и в Литву, ну, тем более, что ситуация вроде бы с коронавирусом тоже немножко стабилизируется. Я прекрасно понимаю, что это значительно более сложная мера, чем предыдущая, но, на мой взгляд, также была бы и полезная. Вот, наверное, опять же, три основных пункта о том, что было бы сейчас возможно и однозначно полезно сделать с точки зрения Запада для Беларуси. Да, спасибо, Вадим. Можно реплику в связи с последним пунктом Вадима? Да, пожалуйста, Александр, только по возможности кратко. Я очень кратко. Я по поводу открытия сейчас границы для всех желающих, кому можно и нужно выехать. Вы знаете, то, что у нас возникла революционная ситуация, она возникла благодаря карантину, объявленному всеми нашими соседями, включая Россию и Европейский Союз. То, что предлагает господин Можейко, это мечта Александра Мукашенко о том, чтобы новые протестующие, которые до этого не выходили на улицы, уехали либо в Россию, либо в Европейский Союз. Одно дело, люди, которые конкретно пострадали, и совсем другое, экономические мигранты. Извините, пожалуйста, давайте доведем ситуацию в Беларуси до нормальной вменяемой демократизации. Александр, я только отмечу, что речь не идет об экономических мигрантов, речь не идет о том, чтобы люди из Беларуси могли, к примеру, приехать в Польшу и, значит, устроиться там на работу и остаться на полгода. Безусловно, это действительно было бы мистер Лукашенко. Я, скорее всего, говорю о краткосрочных поездках, это немножко другая речь, и я думаю, для среднего протестующего, который, условно, раньше мог бы быть гастарбайтером в Польше, а сейчас этого не может протестировать в Беларуси, я думаю, для него возможность съездить на неделю в Вильнюс или Варшаву совершенно не то, что его интересует. Он поедет в Вильнюс или Варшаву, объявит себя политическим беженцем и дальше это будет проблема соответствующих мидах. А объявить себя политическим беженцем все могут и сейчас, собственно, для этого возможность съездить. Поэтому это не связано никак с тем, о чем я говорю. Окей. Спасибо, Вадим, спасибо, Александр. Вот по теме как раз международного взгляда, международной роли на белорусский вопрос хотел выступить с нами на связи из Вильнюса Андриус Кубилюс, депутат Европейского парламента из Литвы. Андриус, пожалуйста, включайтесь, мы вас слушаем. Спасибо большое. Я попытаюсь очень коротко сказать пару слов. Во-первых, действительно, то, что вам до сегодняшнего дня удалось достичь, это какое-то историческое чудо. И наши советы вам не нужны. Нам ваши советы нужны для того, чтобы мы поняли лучше, что нам делать, как вам помочь. И здесь солидарность как политиков, так и общества, не только в Литве, я думаю, очень широко все действительно переживают за успех, за ваш успех. И в Литве в последнее воскресенье 50 тысяч мы стояли на этой дороге свободы. И действительно, это было чувство необыкновенное. пара слов, во-первых, как я вижу западную реакцию, и потом пару слов о том, где я вижу, что вам и белорусскому обществу нужно, каким образом нужно работать, на какие вопросы нужно работать как раз и в международном поле. Хотя действительно, решение и победа будет достигнута белорусскими людьми, я оптимист, я думаю, что эта демократия революции, она удастся, для этого есть и все предпосылки и исторические, системные, но, конечно, вопрос, сколько времени это займет и как международное общество может помочь. Во-первых, в западном мире, конечно, нет каких-то разногласий по тому, что произошло 9 августа. В парламенте, скажем, в Европейском парламенте неделю назад было подписано всеми самыми большими политическими группами общее заявление, где было сказано очень четко, Лукашенко проиграл выборы, а очень много есть сведений, что Светлана Тихановская действительно выиграла выборы. Во вторник Светлана Тихановская общалась дистанционно с комитетом по иностранным делам в Европейском парламенте, я сам являюсь членом этого комитета, она сделала очень сильное впечатление и своей спокойной речью, естественностью, английской речью и, конечно, теми месседжами, которые она послала. Вот этот месседж, что в Беларуси происходит революция демократии, а не геополитики, он был очень-очень сильно представлен и понят всем. Теперь где я вижу те вопросы, которые нужно поднимать, чтобы белорусское общество поднимало эти вопросы на международном уровне. Я уже там посылал сигналы и Советы и Которгинанский Совет и штабу Светланы Тихановской, что нужно усиливать команду международников вокруг. Потому что, во-первых, конечно, об этом много и вы говорили, но как я сам лично вижу ситуацию, я об этом говорю в Европейском парламенте. 5 ноября или раньше, когда Лукашенко решит пойти на новую инаугурацию, после этого он уже не будет дальше президентом в глазах всего демократического мира. Потому что 5 лет от того, когда он принял присягу и находится президентом сейчас, как раз произойдет эта дата будет 5 ноября. После этого он уже не президент. Он гражданин, может быть, Беларуси, который пытается утеплировать власть, с ним никто дальше не может говорить. По вашей конституции я посмотрел 81-я статья, что делается в том случае, когда должность президента становится вакантнее. Новые выборы через 30 дней, не раньше, чем через 30 дней и не позже, чем через 70 дней. Ваша конституция говорит очень четко. Значит, международное общество должно работать и по вашей конституции. С кем тогда дальше вести диалог, я не знаю, может быть, с правительством, тогда наверняка премьер-министр идет, идет официальная эти полномочия имеет. Но я думаю, что вот где международная общество, особенно западная демократическая, где она должна стоять, после 5 ноября президента в Беларуси нету, это место вакантнее. Ну и, конечно, международное, когда мы говорим, вы это повторяли, и я пару еще слов только по вопросу, кто, конечно, вы будете решать на улицах и площадях Беларуси все дела, но главные международные игроки, это, конечно, Брюссель, Берлин, Вашингтон, Москва. Я про Пекин не знаю, вы лучше знаете, но, конечно, тоже нужно наверняка иметь в виду. И здесь я вижу как раз вот то, что вы должны высказывать свое мнение и лоббировать этих международных главных игроков, которые обсуждают дальше судьбу Беларуси. Не оставляйте их без вашего мнения, потому что сейчас иногда выглядит так, что собираются вот эти большие игроки, большие столицы, они обсуждают вашу судьбу при неучастии ни Кореневского Совета, ни штаба Светланы Тихановской, никого. И здесь я вижу очень четкие вопросы, которые нужно поднимать. И, во-первых, той же самой Москве. Очень четко, что сейчас, какая картина вырисовывается. Западный демократический мир, он стоит вместе с обществом Беларуси, с людьми Беларуси. Увы, выглядит так, что Путин стоит с Лукашем. Я думаю, что эта картина, если бы эту картину начали бы рисовать гораздо более так ярко белорусское общество гражданское, эта картина не была бы очень приятной в Москве. Это была бы возможность таким образом делать прессинг на Москву, на Кремль, чтобы они поняли, чем они жестуют. Если сейчас у белорусского общества Лукашенко выглядит как токсичный, Путин очень быстро может попасть в где-то похожую ситуацию. Второе, где я думаю, что вы должны, я слышал одно замечание, но я думаю, что это нужно еще гораздо более ясно сказать. Это должна сделать либо Светлана Цихановская, либо Корнецовский Совет. Я думаю, что тот план, который Лукашенко представляет и который сейчас лоббирует Лавров, что сначала давайте будем иметь дискуссию про новую Конституцию, а потом пойдем на выборы, ну это обычная тактика российской дипломатии. Все затянуть и создавать какой-то долгий хаос, надеясь, что из этого что-то выйдет, что нужно к Кремлю. И третий вопрос это вы должны сами определить очень четко и сказать какую роль вы предлагаете для ОССИ, то есть для организации безопасности и кооперации в Европе. И потому что завтра по-моему как раз собирается Совет где участвуют и Россия и Соединенные Штаты и Европейские страны и Беларусь участвуют. И там будет обсуждаться как раз роль этой организации. И я думаю, что единственная роль, которую новая Беларусь должна требовать от этой организации ОБСЕ это конечно роль только в проведении новых выборов. не попадите опять же в какой-то капкан что ОБСЕ будет там играть роль лидера посредника и тому подобное. Это может привести действительно к очень таким долгому и хаотичному процессу который нужен для Лукашенко. И абсолютно согласен что вы должны и мы должны об этом мы говорим в Европейском парламенте что Европейский Союз должен уже сейчас начать дискутировать и подготавливать то что можно назвать план маршала для демократической Беларуси. То есть 50 миллионов о которых сейчас говорят это одно дело как они должны не попасть в руки администрации Лукашенко об этом мы заботимся но наряду с этим нужно подготавливать план большого объема я посчитал что если Европейский Союз в 2014 году для демократической Украины создал план около 14 миллиардов евро не на один год но был ясный пакет в помощь экономике то пересчитая на величину Беларуси это было бы около 3,5-4 миллиардов евро об этом надо начать очень громко говорить это должен делать Европейский Союз вот и здесь я заканчиваю все остальные что вы говорили и про и про студентов и про тех которым нужна помощь я думаю что действительно это важные 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 дела но я больше пытался вот посмотреть как как может международное общество помочь во-первых тому чтобы действительно открыть двери для демократических процессов в Беларуси спасибо спасибо Андрюс возможно кто-то из спикеров хочет кратко прокомментировать что сказал Андрюс нет окей Александр да пожалуйста я хотел бы поблагодарить господина Кубилюса за то что сказано и по поводу цифры ваши расчеты абсолютно точны поскольку после кризиса десятого года когда активисты предвыборных штабов я в том числе оказались в заключении во всяком случае лично меня представители наших спецслужб расспрашивали возможно ли будет в том случае если нормализуют соотношения получить на реформирование белорусской экономики у Евросоюза приблизительно 3 миллиарда евро так что ваши расчеты белорусская власть подтверждает спасибо спасибо так ну я же вижу вопрос в чате от Татьяны Щицовой профессора ЕГУ вопрос экспертам прошу экспертов дать оценку роли нехта в разворачивании протестного движения на сегодняшний день и на перспективу Валерия Александр Вадим Андрей кто-нибудь хочет сказать Александр вижу что вы хотите пожалуйста значит с моей точки зрения телеграм канал нехта выполнил примерно ту же функцию которую во время первого украинского майдана выполнял пятый телевизионный канал во время оранжевой революции то есть это был главный источник информации и главный канал мобилизации к сожалению белорусское информационное поле устроено так что других каналов у нас к моменту нашей революции не оказалось но если мы посмотрим на то какую роль сегодня играет пятый канал в информационной структуре пространства Украины политического пространства мы можем сказать о его постепенной маргинализации он начал он стал выразителем одной точки зрения конкретной это был Петр Порошенко и по мере опускания рейтинга Петра Порошенко естественно и его телевизионный канал утратил влияние я думаю что после того как демократизация в Беларуси все таки пройдет и необходимость в мобилизации сиюминутной и в источнике информации отпадет телеграм-каналы отойдут на второй план в том числе телеграм-канал Нехто несмотря ни на что я еще бы добавил согласен с тем что роль Нехто здесь скорее информационная на самом деле была и роль в мобилизации постановке задач скажем и сценариев на время конкретных акций но все равно это не политический уровень здесь надо понимать что все таки роль Нехто она главным образом техническая и никаким образом не решает вопрос политической организации противосточной и вот этот разрыв между политической частью и чисто информационной в современном за последние две недели две с половиной они очень хорошо видны и конечно это такая серьезная проблема Я бы наверное добавил что касается Нехто с одной стороны действительно безусловно нельзя недооценивать его роль информационной даже прямо сейчас во время нашего зума получая нотификационы получают очень быстрое информирование о том что сейчас происходит на улицах Минска там журналистов я не видел каких задерживают в прямом эфире и так далее но наверное основная уязвимая часть нефты в принципе о которой я писал еще раньше до того как он стал таким популярным на волне протестов это конечно скажем так очень вольное обращение с методическими вопросами и собственно то что раньше нефт позволял себе постить какие-то полуфейковые новости и как во время коронавируса на нефте появлялась реклама телеграм-каналов с комментариями там сотни людей умерли от коронавируса я знаю как вас спасти вот канал врача совершенно невозможно ни в одном классическом медиа и в принципе сейчас мы увидели отражение вот этих событий как мне кажется в том когда на мой взгляд нефта более чем сознательно пытается вести экономическую войну с батарусской системой вполне по-моему опять сознательно раздувая панику о том что валюты не осталось в никаких обменниках бегите срочно срочно снимайте вклады банковские при том что понятно что такие действия инициированные популярным телеграм-каналом они мало того что отражаются на курсе валюты но они гипотетически могут привести к праву банковской системы и конечно другой вопрос морально-этический можно ли насколько этично ради цели таким образом ударить по белорусской власти насколько этично при этом заодно между делом положить банковскую систему мне кажется таким этическим вопросом совершенно не задается и это безусловно право редакции нефта заниматься такой политикой как они считают нужным но мне кажется это вот издержки того когда политика не очень ответственная к происходящему не очень соотносящая какие-то морально-этические риски поэтому вот эти факторы они ну скажем так в долгосрочной перспективе согласен с Александром в долгосрочной перспективе такие вещи они конечно играют против популярности канала и понятно что сейчас нет это просто такой ресурс информирования о происходящем и вот наверное достигнут планка подписчиков 2 миллиона 100 тысяч человек это наверное в определенной степени планка вот тех людей которые внутри Беларуси интересуются этими вопросами активно ну это важная роль но безусловно это не отменяет того что нужна роль все-таки политическая ну тех политических структур которые возможно чуть более ответственно подходят к политике ну да я может ты добавил бы но них точно не мешает например Тихановская выступить и сказать что ну не забирайте вклады это все ерунда или там еще кого-нибудь из политики ну да это уже становится таким фактором когда Тихановская или любой другой политик скажет нет не забирайте вклады это будет выглядеть как будто один начнет подыгрывать власти и тут же на них это ну это уже другой вопрос но вопрос в том что не надо переувеличивать влияние некто да некто влияет и на потому что кругом пустота политическая да вот скажем нету каких-то других политических субъектов которые бы что-то заявляли как только скажем эти субъекты появятся уже эта монополия будет сразу разрушена я думаю что если аргументированно Тиханов скажет аргументированно не просто там не забирается аргументированно почему это не надо делать в данный конкретный момент то и некто успокоится и люди перестанут это забирать но тут конечно нужна политическая позиция которую мы пока не видим спасибо Валерий Иванович Карбалевич хотел высказаться Валерий Иванович включайтесь Я вот слушаю всех спикеров и у меня создается впечатление что они не слышали сегодняшнего интервью Владимира Путина которое в принципе посвящено именно Беларуси тут много было рассуждений по поводу того что возможен какой-то диалог плохие принятие какого-то решения по Беларуси между Москвой и западными столицами так вот недавно Лавров а сегодня Путин фактически четко ясно сказали Беларусь наша делянка наша территория наша сфера и не лезьте не суйте свой нос это собственно так сказать перевод русского дипломатического на на обычно поэтому я думаю что вот эти иллюзии о каком-то возможном диалоге по белорусскому вопросу они они таки есть иллюзии дальше что мы еще узнали сегодня из интервью Путина мы узнали что Лукашенко попросил Путина помощи причем речь идет не о военной помощи в случае внешней агрессии как представалось раньше а речь идет что Лукашенко попросил о введении у Беларусь российских зеленых человечков для защиты режима Лукашенко от протестующего народа и это на мой взгляд достаточно радикально меняет ситуацию то есть вопрос белорусской революции становится вопросом геополитическим и это значит что у белорусского протеста практически нет шансов на победу потому что в принципе теоретически говоря победить режим Лукашенко это еще можно но противостоять всей военной мощи России белорусский протест вряд ли в состоянии то есть сегодня Россия заявила что готова повторить Беларуси историю Венгрии 56-го года и Чехословакии 68-го года следующий тезис видимо ну из интервью Путина следует что в ответ на эту помощь Лукашенко что-то пообещал Москве пока не очень понятно что и вот мы тут много говорим что да Беларусь уже не будет прежней Беларусь станет новой я боюсь что вопрос о суверенитете Беларуси так сказать поставлен на повестку дня белорусско-российских отношений и последнее вот о внутрибелорусском диалоге да что сказал Путин да мы поддерживаем внутрибелорусский диалог поддерживаем конституционную реформу но по мнению Путина не думаю что Лукашенко должен вести переговоры с координационным советом то есть Лукашенко не должен обсуждать конституционную реформу с обществом говоря по-другому то есть конституционная реформа это чисто внутреннее дело режима то есть Лукашенко собирается сам для себя поменять эту конституцию возможно пока по сценарию Назарбаева но не важно как то есть как бы в этой конституционной реформе общество белорусское по мнению не только Лукашенко но и Путина не должно принимать никакого как бы участия ну мне кажется что эти заявления достаточно радикально меняют ситуацию с белорусской революцией ну да надо будет конечно еще внимательнее пересмотреть все что там было сказано Путиным вот ну точно там я так бегло просматривал сегодня уже мне кажется позиция там гораздо более такая неоднозначная да и скажем кому будет помогать Путин там так однозначно не утверждается и на самом то деле да что нужно Лукашенко для поддержки это никакие не спецназовцы спецназов у него хватает и войск хватает и все остальное единственное что ему нужно это деньги а Россия денег не дает и вот понимаете вот если бы дали денег то было бы понятно да что это игра на сохранение Лукашенко на сохранение режима денег не дают значит все-таки здесь ситуация более сложная что касательно вообще введения войск в Беларусь и так далее по этому поводу было в том числе в понедельник достаточно четкое заявление представителя госдепартамента США что такое введение будет означать недружественные акции страны России и фактически разрыв контактов по очень многим вопросам внешней политики да то есть ну конечно войска сами американцев не будут но это будет серьезные внешнеполитические последствия для России готова ли Россия такое делать в ситуации когда в общем-то она много чего может решить невоенным образом думаю что не будет также этот вопрос он ставился и Европейским Союзом вот хотя может быть в более мягкой форме также касается вопроса суверенитета независимости то есть в общем-то Россия тут не такая хорошая позиция действительно во-первых непонятно как среагирует русское общество на такое вмешательство во-вторых ну есть достаточно четкая позиция Соединенных Штатов менее четкой Европейского Союза что это будет дорого очень дорого для для самой России и я бы еще так бы сказал что сейчас конечно то что делается заявление это как бы пробный камень то есть России навязать какую-то свою игру потому что ну понятно что здесь просто поддерживать формат который был предложен или поддержан Европой но это не в интерес или там скажем так однозначно отказываться Лукашенко как одного из таких партнеров вот поэтому здесь надо я думаю рассматривать это именно как начало игры да российской по белорусскому вопросу но я бы так вот категорично бы не заявлял что это значит во-первых что политическую экономическую поддержку России обеспечивает Лукашенко что Россия однозначно будет против формата разговоров с КС хотя может быть да может быть просто будет предложено создать какую-то другую платформу начать этот диалог в каком-то другом формате да но пока опять же то есть это только в начале процесса и вот мне кажется что игра будет гораздо более сложная чем просто вот так взять поддержать не поддержать тем более что в общем-то по большому счету даже российская страна показывает что должен быть транзит формат опять же не определен точной позиции нет но все равно они подталкивают к тому к чему в общем-то подталкивает и Соединенные Штаты и Европа в этом отношении ну и еще раз может последнее что хотел сказать что конечно то каким образом это дальше будет какой формат в итоге выстроится в этом диалоге или в этой трансформации транзит и так далее будет очень много зависит от того насколько активным будет протестное движение будет оно пассивное тогда да тогда будет номенклатурный транзит я вначале сказал в качестве одного из сценариев когда просто власть предложит какую-то реформу и по этой реформе все произойдет если будет протест активный его нельзя будет переговоры круглые столы и так далее с участием альтернативных политических сил спасибо Андрей я бы если можно сделать кратко слово Александру я хотел бы присоединиться к господину Казакевичу с точки зрения критики позиции Валерия Ивановича два дня тому назад были сделаны ряд заявлений на которые я бы тоже обращал внимание первое это документ вышедший в Министерстве финансов Российской Федерации где говорится о том что 4 страны необходимо лишать режима льготного кредитования это Куба Венесуэла Армения и Беларусь Армения ну просто в силу нищеты она явно не способна возвращать кредиты вот а Венесуэла и Куба совершенно понятно это политические риски очень высокие и то что мы попали в кампанию с Венесуэлой в данном случае должно нашу власть совсем не радовать это к вопросу о финансировании режима того о чем говорил Андрей и второе ну произошло с моей точки за ней чрезвычайное событие дважды в течение дня пресс-секретарь президента России высказывается не то что достаточно нейтрально а чуть ли не комплиментарно в адрес этого самого координационного совета правда координационный совет в это время занимался тем что радостно переживал отказ госпожи Алексеевич давать показания против самой себя но лучше бы он по этому поводу не переживал а отвечал каким-то образом на вопросы четко сформулированные господином Песковым я думаю может быть несколько моментов и в сегодняшнем интервью господина Путина и в заявлениях господина Лаврова Россия бы трактовала уже чуточку по-другому к сожалению повторюсь и то что я говорил и это можно цитировать художественный совет Купаловского театра составить из нашего координационного совета можно а платформу на которой принимаются технологические решения и даются какие-то реальные советы политическим акторам представляющим демократическое поле Беларуси увы нельзя спасибо Вадим я бы хотела добавить прошу прощения Валерий Иванович лично к вам я специально построила часть выступления конкретно на этом интервью Путина обратив внимание на то же на что и обратили внимание и Андрей Казакевич и Александр Федута никакого ясного обещания нет есть обусловленное обещание в том случае если и дальше перечисляются какие-то беспорядки и четко подчеркнуто имущественный урон на улицах Валерия можно перебить а так слушайте разбить витрину или сжечь два автомобиля значит проблемы организовать ой Валерий Иванович я понимаю что я вас переубедить не могу вы хотите так думать и будете так думать но я вам хочу просто напомнить что точно так же была обещана военная помощь и Лукашенко пытался доказать что она ему нужна но в конце концов ему это не удалось пришлось просить другой помощи в поддержании правопорядка и она оказалась точно так же обусловлена как и предыдущая военная да мы ваш союзник но и покажите нам зачем и тут же Путин сказал что и Александр Лукашенко и я пока согласны что такая помощь не нужна поэтому тут я полностью солидарна с Александром Тедутой это вопрос КС и вообще гражданского общества в целом если правильно понимать то что говорил господин Кубилиус то есть тут должны быть более ясные и четкие заявления Россия безусловно не может не быть заинтересована в сохранении обязательств Беларуси как государства перед Российской Федерацией в том виде в котором они сейчас есть и безусловно она не может не тревожиться по этому поводу она сама называет КС как субъект но КС да действительно уклоняется от любой вообще субъектности не только в этом вопросе но и во всех остальных это правда вот но говорить о том как именно точно будет поступать Россия это слишком сложно чтобы вот быть уверенными да мы можем довести мы тут все до того что Россия примет в конце концов действительно сторону Лукашенко ну для этого тоже нужно сделать еще еще очень много шагов то есть перестать выходить на улицы каким-то образом не знаю там самораспуститься к Ординационному Совету может быть уехать за границу как раз таки по открытым визам вот или еще какие-то другие шаги то есть пока этого нет и ситуация во многом в руках самих белорусов спасибо Вадим хочешь что-нибудь добавить или да я бы добавил потому что я соведаемо с тем что сейчас коллеги сказали по внешнеполитическому я просто вот в этом контексте Лукашенко Путина хотел как раз сказать по внутриполитической вещи потому что мне кажется с 2014 года и особенно это было ярко на выборах 2015 года Лукашенко прямо шантажирует общество искусственным выбором или я или Путин и как мы видели в 2015 году этот шантаж вполне удавался и люди не протестовали и даже традиционные оппозиционные политики говорили о том что нельзя идти на протесты потому что вот же иначе Путин на танке и то что мы видим сейчас это обращение к Путину за помощью это по-моему совершенно ожидаемое продолжение этого шантажа ничего другого Лукашенко и ждать бы не стоило и этот шантаж конечно пока Лукашенко будет у власти этот шантаж может тянуться бесконечно просто мне кажется сейчас белорусское общество просто перестало поддаваться на этот шантаж просто белорусское общество понимает что да такая угроза есть да безусловно как мы сейчас все говорили очень важно с российской угрозой правильно работать и посылать правильные сигналы и изнутри Белоруссии и от международных игроков но это не значит что нам теперь надо значит терпеть ситуацию Лукашенко бесконечно пока живет Путин белорусское общество по-моему более чем ясно показало что терпеть эту ситуацию несмотря на присутствие Путина оно совершенно не готово поэтому вот эти продолжения шантажа оно мне кажется мы его можем пообсуждать на экспертном уровне а протестующих на улице мне кажется оно точно ни в чем не убедит спасибо быстро вопрос из чата он тоже про внешнюю политику вопрос для всех верите ли вы что Европейский Союз не признает Лукашенко как легитимного президента после инаугурации и как это будет выглядеть практически может я скажу Андрей ну уж это произошло фактически да и плюс вот уже мы имели подтверждение от депутата от адреса Кубилиса что фактически оно так и будет то есть он будет президент легитим что будет значит на практике очень сложный вопрос потому что практика она большая да понятно что государство сохранится понятно что какие-то операции будут происходить я даже не исключаю какие-то персональные контакты визиты да если такое будет с европейской стороны но это фактически имеет одно важное последствие любые решения белорусских властей можно оспаривать и признавать нелегитимными все что касается и международных договоров например там продажи имущества там приватизация ну я не знаю там все весь этот комплекс можно пробовать признавать ничтожными эти сделки тут же опять же ключевое слово может да то есть это может сработать может не сработает там будет много других обстоятельств но это значит что Лукашенко для международного сообщества для бизнес-сообщества да он теряет он становится рискованным вложением любые договоренности с ним обрастают дополнительными рисками да того что эту собственность можно будет потерять например да или скажем что договор какой-то межгосударственный потом может быть признан там не нелегитим но особенно это опять же проблема для России если мы говорим там про вопросы снятия белорусского суверенитета или там какой-то глубинной интеграции опять же когда Лукашенко был ослаблен да это был хороший партнер наверное это была цель вообще вот такая в этом году да для Кремля когда он слишком слабый тогда уже просто все договоренности с ним будут себя ставиться под сомнение и белорусским обществом и международным сообществом и это вот есть серьезные проблемы поэтому если кратко то ответ на вопрос так хотя там конечно есть куча не вполне понятных практических моментов как что будет но в любом случае это сильно усложняет позиции Лукашенко в любом спасибо Андрей Александр хочу добавить что может сделать Европейский Союз это не признание всех сделанных после 5 ноября назначений соответственно все выданные после 5 ноября дипломатические паспорта не рассматриваются как таковые и дальше возникает вопрос о счетах государственных предприятий государственных банков и государственных учреждений Беларуси за границей насколько эти счета будут действовать часть из них вполне может быть арестована для размораживания при новом демократически избранном президенте это скорее всего не получится потому что это напрямую не связано с легистимостью Лукашенко это собственно в Беларуси там другая правосубъектность но вот если любые другие новые сделки там по продаже почему такое вот их всех которые связаны непосредственно с действиями правительства и Лукашенко вот их можно ставить под вопрос так да спасибо на это тоже ответили одну секунду я а да значит ну мы близки уже к завершению Кирилл Горошко у вас был такой очень сложно сочиненный вопрос возможно вы хотите включиться задать его лично Кирилл нет наверное ну что же я думаю что на этом видимо все потому что все вопросы мы обсудили в два часа мы уложились вот вопрос от Львы из Польши дорогие друзья как можно помочь бастующим где лидеры может быть кто-то хочет практический вопрос ответить как можно помочь бастующим могу ответить могу ответить кратко что есть два разных сбора в Фейсбуке два сбора донейшенов можно любой из них любой из них найти и на этот сбор помочь например ну про лидеров мне кажется долгая тема но по-моему они если кратко я думаю они появятся тогда когда будут нужны пока их нету значит они не очень нужны ну нет я бы добавила мне этот тоже вопрос постоянно задают и на российском и на украинском ТВ и в принципе ответ же на этот вопрос очень простой все лидеры которые появляются отправляются в тюрьму в общем каждый новый лидер появляется отправляется в тюрьму появляется два новых места вот такой это процесс и с этим просто приходится считаться в общем-то получается ситуация для Лукашенко как борьба Геракла с Лернейской гидрой одну голову отсекли вторую голову уговорили депортироваться за пределы Белоруссии появляются четыре новые головы ну да так ну ладно давайте с учетом того что два часа не прошло давайте я все же зачитаю тогда вопрос Вилгорошко институт политической сферы если бы Лукашенко до инаугурации открыто предложил обществу свой сценарий выхода из политического кризиса власти совместно с обществом пишут и публично обсуждают новую редакцию конституции в течение двух лет в которой будет записано что президент может перезбираться не более двух раз а часть его полномочий будут делегированы после подготовки проекта конституции проводится референдум после принятия новой конституции в течение шести месяцев проводятся выборы всех национальных органов институтов власти без Лукашенко при этом важно что все это будет сделано в стиле Лукашенко с запугиванием тех кто усомнится в правильности предложения президента то есть месседж будет такой это положительный сценарий для решения политического кризиса в ином случае будет негативный пролитие большого количества крови согласится ли на такой вариант большинство белорусов которые понимают что угроза обоснованный и международный актер в России и США ну я скажу так проблема с такими планами во-первых нет доверия Лукашенко скажем если бы можно было доверять ну можно было бы наверное там какие-то такие игры играть но в связи с тем что у меня доверия нет то я думаю что рассматривать серьезные предложения не будет второе это время ну два года это по-моему целая вечность вчитывая то как событие развивается абсолютно я думаю это неподходящий вариант для всех политических актов кроме Лукашенко вот даже и внутриполитических и внешнеполитических ну вот это слишком долго и третий фактор никогда сам Лукашенко никогда вот так не скажет вот никогда тоже кажется скорее всего так да ну тогда наверное на этом все спасибо большое всем спикерам за участие Андрей Александр Валерия Вадим спасибо всех кто с нами сегодня был кто с нами подключался из разных городов мира из разных континентов даже вот ну и до новых встреч на экспертно-аналитическом клубе спасибо всем за участие и за солидарность спасибо 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 Продолжение следует...